Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня в рамках программы «Вести Ульяновска» в эфире ГТРК «Волга» первый заместитель главы города Ульяновска Дмитрий Зверев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Дмитрий Зверев, тема сегодняшнего разговора – это, конечно же, подготовка к зиме, поскольку вы городское хозяйство курируете в администрации города. Ну и самое актуальное – это сырая промозглая погода. В общем-то, температурный режим, наверное, еще не позволяет ввести, начать заполнять систему отопления. Тем не менее, мы видим, что нужно идти навстречу желанию жителям города Ульяновска. И вот это первая тема, которая волнует сейчас всех. Но для того, чтобы ее обсудить, давайте посмотрим, как 26 сентября начали заполнять систему и давать отопление в социальные объекты. Сейчас запущено 214 котельных. Пуск тепла начался в 30 многоэтажках и в 300 социально-культурных учреждениях. Это библиотеки, больницы, школы искусств, детские сады. Отопительный сезон у нас в этом году начался именно сегодня, 26 сентября. В наше дошкольное учреждение поступило тепло. В наше учреждение 100% готово к теплу. Обязательно фиксируется температурный режим. В течение дня, на протяжении двух недель будет очень тщательно это контролироваться. Первое тепло по трубам отопительной системы добежало и до школьников. Температура горячей воды на подаче – 50 градусов. Температура на подаче – 50 градусов есть пока. В этом он нормально? Для такой погоды нормально. Сегодня начинается отопительный сезон. Мы подготовились к нему еще летом. Прошли опрессовку, промывку. Все процедуры были соблюдены. Сейчас у нас сегодня первый день запуска тепла. Проходит регулировка. В течение нескольких дней уже будет ощутимое тепло в школе. Сейчас перед муниципалитетами главная задача – контроль запасов топлива в котельных. Созданный объем позволяет начать и пройти сезон до марта. На предприятии имеется 55 детских садов, отапливающихся от тепловых сетей городской тепловой сети, 32 школы и 34 медицинских учреждения. Сегодня все социальные объекты будут запущены. По информации администрации Ульяновска, первое тепло дали уже 23 сентября. По ранее данным заявкам, к отоплению были подключены онкологические и противотуберкулезные диспансеры, хоспис, ЦГКБ, больница номер 2, школа-интернат номер 91, детский сад номер 155, детский дом и социально-реабилитационный центр в Новом городе. Сколько социальных объектов, здравоохранения, школ, детских садов подключено к теплу? Да, действительно, с 26 числа стартовал в городе Ульянске очередной отопительный сезон. Первым этапом это стало подключение к теплу социальной сферы. На сегодняшний момент практически все 100% обеспечиваются теплом. На данных объектах ведется мониторинг температурного режима ежедневный. Пока все в нормативном состоянии. Мы говорим о детских садах, школах и больницах. Да, соответственно, все, что на территории города Ульянска, фактически отапливается в полном режиме. Так, жилой фонд. Жилой фонд. У нас принято решение, что начало отопления, несмотря на температурный режим, мы начинаем с 3 октября, то есть с понедельника. С 3 октября. Да. Но погода еще пока... Ну, традиционно было принято, что отопление дается на 6 день после того, как температурный режим окружающего воздуха будет ниже, среднесуточный, ниже плюс 8 градусов. Но принято решение на городском штабе, что с 3 октября мы начинаем подачу во все квартирные дома нашего города. Это уже и большие ТЭЦ, и городские котельные? Да, соответственно, все теплоисточники. Жилой фонд начнет отопливаться? Да, начнем отопливаться. У нас циркуляция в системах отопления уже осуществляется с 22 сентября, поэтому на сегодняшний момент все теплоисточники готовы, технически исправны. И на сегодняшний момент опасений у городских властей за начало отопительного сезона, ну, как бы нет. После начала отопительного сезона управляющими компаниями в течение двух недель будут осуществляться регулировочные мероприятия, выстраиваются системы отопления. Поэтому мы планируем, что войдем в отопительный сезон без особых проблем. Но, тем не менее, каждый начало отопительного сезона сопровождается тем, что жители звонят в службу городскую 05 и говорят, вот у нас тепла еще до сих пор нет. Хотя в остальных домах оно появилось. Ну, технологически так устроено, что для регулировки вот этого давления, стравленного воздуха, может быть, какие-то есть утечки, как раз вот и берется запас, ну, две недели управляющей компанией выстраивает эти ситуации, чтобы у всех было равное, так сказать, теплоотдача от теплоносителя. И если в понедельник история опять повторится, то нужно оставлять заявки службе 05? Да, соответственно, все, какие есть, будут отрабатываться с нами своевременно в штатном режиме по регламенту. А управляющие компании на 100% отработали? Или все-таки муниципалам придется страховать кого-то? Ну, управляющие компании у нас возникли небольшие проблемы с рядом управляющих компаний, которые по информации филиал ПАУТ и Плюс не в полном объеме провели промывку системы отоплений. Таких компаний всего семь. Соответствующее информационное письмо как от прокуратуры, так и от городской администрации было направлено в агентство по строительному и жилищному надзору, который сейчас отрабатывает, проверяет эту информацию. И, соответственно, нерадивые компании управляющие будут привлечены к ответственности, вплоть до лишения лицензии. Капитальный ремонт. И зачастую в эти моменты, когда опускается тепло, ремонтируется в том числе и система отопления. В этом году есть такие примеры? В этом году капитальный ремонт продолжается, но на подачу и обеспечение теплом он не влияет. Его окончание никак не повлияет. Ну, теперь давайте поговорим о том, как прошло это лето. Какие теплоисточники были модернизированы в городе и магистрали, которые несут тепло? Да, действительно, большая работа была проведена по подготовке к отопительному сезону. Нашими тремя предприятиями и ульяновским филиалом ПАО Т-Плюс совокупно проведена замена 19 километров теплосетей. Это довольно-таки значимый объем. ПАО Т-Плюс также модернизировал, значительно модернизировал ТЭЦ-2. Это все в рамках инвестиционных программ осуществляется. Данная работа, конечно же, она доставляет неудобства горожанам, потому что перекрывается часть дорожного полотна. Но все это делать необходимо, потому что физический износ теплосетей, к сожалению, на некоторых участках он уже критический. И чтобы пройти безаварийно отопительный сезон, необходимо своевременно это делать. Действительно, лучше немного потерпеть в летний сезон, чем получить большие проблемы, когда столбик термометра уже будет приблизиться к 20-30 градусам. Об эффективности проводимой работы могут свидетельствовать снижающееся количество порывов. В период подготовки к отопительному сезону в рамках гидравлических испытаний в прошлом году было порядка 570 порывов, а в этом году их, по-моему, 415. Это количество снизилось. Соответственно, качество теплосетей, я считаю, что улучшилось. Данная работа, она должна носить постоянный характер. И на следующий год большая ремонтная кампания запланирована и по перекладке теплосетей, и по теплоисточникам. Со своей стороны муниципалитет следит и контролирует компании, производящие земляные работы. Контролируем жестко сроки, чтобы своевременно производился ремонт. И, соответственно, за качественным установлением дорожного полотна, тротуаров, газонов. У нас все необходимые инструменты есть, вплоть до привлечения к административной ответственности. На сегодняшний день все земляные работы уже завершены по городу? Ну, большинство земляных работ завершено, но продолжается установление, так сказать, асфальтового покрытия. Есть, ну, как бы, бетонир. Нужен асфальт бетонное покрытие где-то поменять, где-то асфальт уложить. Но масштабные работы все уже завершены. Но на подачу тепла это уже никак не повлияет? Эта ремонтная кампания, она завершалась уже в тот период, когда тепло было подано в социальный объект. Энергетики большие деньги вкладывают в эту поэтапную модернизацию, видим. Да, если взять ПАОТ и Плюс, то ежегодно где-то миллиард рублей составляет капитальное вложение. Но в том числе и муниципальные котельные вы модернизировали? Муниципальные котельные также плановые, осуществляется модернизация, замена теплосетей проводится. Соответственно, работа плановая. Каждый год составляется план на предстоящий период. Мы его придерживаемся, пытаемся исполнять. Все порывы, которые были в рамках гидравлических испытаний, также все устроены на сегодняшний момент. Ну, еще давайте одна тема подготовки к зиме. Это, конечно же, содержание дорог. Прошедшая зима была не очень холодной, но очень снежной. О том, как сейчас Дор-Ремстрой готовится к следующему сезону, у нас тоже есть репортаж. Эти кадры сняты прошлой зимой. Большие снегопады водили в ступор коммунальщиков. Осадки не успевали вывозить. В Дор-Ремстрой, похоже, сделали выводы. На базе с утра до вечера либо сварка, либо покраска, а еще стучат молотками. Будем стараться центр города содержать более качественно, потому что большое количество и гостей, и сами жители недовольны тем, как содержится центр города. На содержание Дор-Ремстрой больше тысячи километров дорог и еще 300 тротуара. Но техники не хватает. В этом году ее решили прикупить. Одну из новых машин получил Андрей Чуваев. Настроение у водителя супер. Также работал на КДМ, на КАМАЗ. С 16-го года вот сейчас пришел новый КАМАЗ. Вот за хорошую работу дали новый. В этом году снег будут чистить и в частном секторе. Ради этого по одному механизму отрядят в каждый район. На городских улицах ударной силой станут золотые ручки или снегоуборочный погрузчик. В этом году в их полку на две единицы больше. Также будут приобретаться КАМАЗы на самосвалы. Это 5 единиц. 14 единиц трактора на марке МТЗ-82. Другая забота у коммунальщиков – это антигололедное мероприятие. В этом году традиционно планируют использовать песко-соляную смесь. Она готовится на базе Дор-Ремстроя. У предприятия уже есть задел на зиму. Мы планируем закупить вместо 30 тысяч тонн 35 тысяч. Это в связи со вторым съездом на Новом мосту, на Президентском. На сегодняшний день закуплено 15 тысяч тонн. Остаток обещают доработать за октябрь. Хотя город не зацикливается на одной смеси. У него есть и другая задумка. Кроме песко-соляной смеси в этом году будет использоваться еще и этот реагент. Он называется Экосол. Им будут посыпать центральную часть города. Его преимущество заключается в том, что он в два раза быстрее растапливает снег, нежели песко-соляная смесь. У Экосола есть и другое преимущество. Его легче убирать с дорог и тротуаров. Кроме того, он не засоряет ливневки. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Так, Дмитрий Петрович, давайте подробнее теперь на темах дорог. Вот Эдуард Устомин у нас сделал акцент на Экосол. В чем же его преимущество еще раз? Ну, он сразу взаимодействует со снегом, сразу его топит, если он наносится. Скорость. Скорость его, во-первых. Не дает обледенения. Обледенения не происходит. Соответственно, как было правильно отмечено в репортаже, это сокращение трудовых ресурсов на его уборку при уборке весенней. Потому что так называемый смет образуется от песко-соляной смеси. При наступлении сухой погоды, это и для горожан, стоит и пыль от песка, и есть сложность с уборкой, так называемый свет, с его утилизацией. Ливневая канализация также забивается. А у Экосола данных проблем не возникает. На сегодняшний момент площадь применения Экосолом будет увеличена в три раза по сравнению с прошлой зимой. Он, конечно же, немного дороже стоит, чем приготовление песко-соляной смеси. Но если учитывать, что песок потом нужно загребать и на это тратить солярку и бензин, то, наверное... Эффект есть. Разница в цене как бы в три раза составляет. На сегодняшний момент и главой города принято решение об увеличении закупок Экосола. Именно мы хотим посмотреть, как центральная часть мы проведем этот сезон. В дальнейшем, если эта практика принесет положительный эффект, мы планируем расширять и на других районах использовать данный твердый реагент. Ну и безопасность, конечно, немаловажна. Если дорога чистая и применяется Экосол... Ну и сокращается тормозной путь, и, соответственно, водители уже ведут себя более уверенно, едут. Вот, соответственно, планируем расширять данную практику. Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы продолжаем разговор с первым заместителем главы города Ульяновская Дмитрием Зверевым. Мы, конечно, говорим сегодня о подготовке к зиме. Продолжим тему подготовки к зимнему сезону и содержания дорог. Песко-соляная смесь уходит на второй план, но, тем не менее, вы все-таки оставили ее в пользовании немного. Зачем? И по сравнению с прошлым годом на 5 тонн увеличили. Ну, соответственно, нам был передан в обслуживание второй Песковой от Президентского моста. Соответственно, объем... И это дорога, которая ведет на верхнюю террасу с Президентского моста. На верхнюю террасу, да, совершенно верно. По прошлому году у нас объем песко-соляной смеси – это 30 тысяч тонн. В этом году мы заготавливаем 35 тысяч тонн. И полагаем, что данного объема должно хватить. На сегодняшний момент Дор-Ремстрой заготовил 20 тысяч тонн. В ближайший месяц он данный объем доведет до, ну, для нормы, до 35 тысяч тонн. Песко-соляная смесь, она дешевле в использовании ЭКОСОЛа. Но, как еще раз подчеркну, в этом году вся центральная часть будет содержаться с использованием твердого реагента. И данная практика будет применяться и в последующие годы. С увеличением территории другие районы города уже будем подключать к этой ситуации. На сегодняшний момент бюджет у нас был сформирован. Возможность, которую мы смогли изыскать, это вот только на центральную часть. Потратить средства на твердый реагент. Касаемо техники, которая у нас используется, по прошлому году действительно было много нареканий. Со стороны жителей они были совершенно справедливы. Дориемстрой использовал в прошлом году 184 единицы техники. На уборке также использовались силы городского центра по благоустройству и озеленению. Они участвовали в уборке тротуаров, общественных пространств, парков, скверов. Они также выделяли 20 единиц техники. Но мы прекрасно понимали, что техники ее не хватает. Действительно, протяженность дорог больше тысячи километров. И вы строите и строите новые. Ну, к сожалению или к счастью, город большой, его надо содержать. И главой города Дмитрия Александровича Мавилина было принято решение о приобретении порядка 30 новых единиц техники специализированной. Соответственно, получив данный арсенал, мы полагаем, что в новый сезон зимний сможем справиться с теми вызовами и сюрпризами, которые преподнесет нам зима. Нам удастся своевременно производить уборку и содержать город в нормативном состоянии. В прошлом году у Остро стоял кадровый вопрос. Не хватало водителей и механизаторов. Сегодня штат полностью укомплектован или есть вакансия? К сожалению, вакансии пока еще есть. Но Дориемстрой сейчас активно проводит, так сказать, поиск соискателей из сельских районов. Из других регионов. Ими предоставляется общежитие. Уже несколько механизаторов воспользовались данной опцией. Были приняты на работу, соответственно, с проживанием в общежитии. За работу посменная, зарплата достойная? Работа посменная, зарплата достойная. Соответственно, за переработку дополнительная зарплата. За вечерние часы, за выходные дни. Мы стараемся поддержать достаточно хороший уровень заработной платы. Потому что понимаем, что это в первую очередь отразится на жителях, на содержании города. Это только на зимний период? Или тоже летом человек будет закреплен за этой техникой? Соответственно, те вакансии, которые есть, они и на летний период останутся. Но в зимний период у нас, так сказать, происходит до набора. Понятно. А на сегодняшний день те автомобили, которые имеются в наличии, они уже подготовлены к зиме? Или еще что-то осталось в качестве поливомоечных машин? Нет. Сейчас активно ведется и ремонтная компания, и переоборудование. К началу, так сказать, зимнего периода все машины будут полностью в исправном состоянии. Ремонтная компания проведена. Все находится в нормативном состоянии. Вы говорите, что частному сектору, вернее, Леонтьев в репортаже об этом сказал, будет уделено большое внимание. Кто там будет работать? Ну, у нас в прошлом году зарекомендовала себя практика. Это работа, так сказать, по найму. Есть заключение договоров на договорной основе. Потому что есть среди местных жителей, так называемые, владельцы спецтехники, которые успешно производили очистку улиц. Поэтому данная практика будет продолжена и в этом году. Потому что дорожная сеть довольно-таки протяженная. Не всегда мы в свое время можем с одного конца на другой город доехать. Основные, конечно, магистрали. Есть классы, классификация дорог. Соответственно, по значимости производится их очистка. Понятно. И останутся они за профессионалами основные магистрали. Я имею в виду дорожьем строй. Новая закупленная техника. Какого класса по номенкулатуре? Давайте пройдем. Что мы покупаем? Ну, мы комбинированные машины покупаем, самосвалы покупаем, трактора с щетками типа «Беларусь». Также есть техника малой механизации приобретается. Для расчистки тротуаров. Для расчистки тротуаров, да, соответственно. На сегодняшний момент сформирован весь перечень. Направлены документы в лизинговые компании. Уточняются по наличию, по срокам поставки. Надеемся, что в ближайшее время мы объявим аукцион на лизинговых. И данная техника придет в срок. Так, на этом на зиме поставим точку. Мы как-то с вами уже далеко убежали вперед, когда еще в текущем сезоне не завершили ремонт дорог. Первый вопрос. Все, что наметили, сделано? Ну, в рамках национального проекта «Безопасная качественная дорога» на текущий год планировался ремонт 15 улиц. Но благодаря поддержке губернатора Алексея Юрьевича Русских, Ульянов получил дополнительное финансирование, которое позволило отремонтировать и включить в данный перечень еще 9 участков. Общая продолжительность отремонтированных дорог будет составлять 24,5 километра. На сегодняшний момент 80% ремонтных работ завершены. У нас остается на контроле ремонт четырех участков дорог по улицам проспект Созидателей, улица Самарская. Там степень готовности составляет где-то 50%. И по улице Тельмана и Димитрова. Там подрядчики отфрезеровали верхний слой асфальта. Приступили к монтажу борт камня и тротуаров. Все работы у нас планируется завершить до 15 октября. За каждым из объектов у нас закреплены так называемые кураторы, которые в ежедневном режиме осуществляют контроль. Производство работы следят за их качеством. 15 октября это еще нормально, да? Да, это нормально, мы успеем. И подрядчики нас заверяют, что усиливают они и ремонтные бригады, которые участвуют. Проблем в материалах нет. Людские ресурсы они увеличивают, поэтому мы их тоже подгоняем. А уже из-за отремонтированных дорог какой можно сегодня гордиться? На сегодняшний момент довольно-таки качественно произведен ремонт улиц 50 лет в ЛКСМ. Ипподромная, кооперативная, Доваторов, Камышинская, Кольцевая. Довольно-таки большой объем был сделан. И соответствующее качество. К глобальным стройкам, но это, конечно же, Минаевский мост. На каком это этапе? И нет ли опасений, что работы приостановятся из-за того, что будет недостаточно средств? Ну, к реконструкции данного объекта мы приступили в апреле этого года. На сегодняшний момент подрядчикам демонтирована средняя часть моста на Свияге, серединная часть путепровода. При демонтаже мы активно освещали данный процесс. Мы все стали свидетелем, что данная конструкция находится в предаварийном состоянии, что в очередной раз подчеркивает правильность принятого решения. Своевременность решения, да. Соответственно, подрядчикам выполнен большой объем работ по выносу инженерных коммуникаций, по их переносу. Так, на сегодняшний момент смонтированы и уложены 25 километров линий связи. Произведено вынос электрических сетей. Со стороны Ульяновского государственного университета сформирована новая ветка напорной канализации. Смонтирован водовод магистральный холодного водоснабжения диаметром 800 миллиметров. В настоящее время ведутся работы по переустройству тепловой сети. Данные работы планируют завершить до конца этого года. А переврезку мы будем делать после окончания отопительного сезона. То есть, Минаевский мост, это не только автомобильный мост для транспорта, но там еще масса коммуникаций была заложена, которые вот сейчас и переносились. Да, соответственно, упор подрядчик изначально делал на перенос и вынос коммуникаций, ну и параллельно осуществлял разбор. Соответственно, там большой объем работы произведено подрядчикам. Сейчас подготовлена объездная дорога. Для того, чтобы заняться самим мостом. Вот претензий к качеству у вас тут нет? Насколько она безопасна будет? Объездная дорога, несмотря на то, что она и временна, она построена по всем критериям и нормам безопасности. В ближайшее время она будет оборудована уличным освещением, периметральным ограждением, будет нанесена разметка. Пуск данной дороги мы планируем до 10 октября, поэтому опасений у нас каких-либо нет. А потом, как она будет запущена, мостом вплотную займутся строители? Да, это необходимо, чтобы подрядчик начал обустраивать свайное пое, монтировать балки уже под новый мост. Без нее производство работы невозможно. С другой стороны, также до Нового года будет устроена транспортная развязка, которая позволит добираться до улицы Набережная и Ульяновская. Ясно. Я повторю свой вопрос о финансировании. На сегодняшний момент опасений по финансированию нет. Поскольку федеральный проект. Да, федеральный проект. У нас есть подтверждение данных средств. Данные строительства находятся на контроле у губернатора. Регулярно проводятся совещания, в том числе выездные. Соответственно, мы прогнозируем, что все завершится в срок. А какой срок? Ну, проектный срок. У нас окончание строительства работы – это 24-й год. Пока он не форсируется. При дополнительном финансировании подрядчик готов сократить стройки строительства. Но на сегодняшний момент пока речь об этом не идет. Элементы моста уже начали изготавливать? Да, на сегодняшний момент на одном из заводов Самарской области железобетонные балки начали уже изготавливать. По поручению главы города нашим специалистам осуществляется контроль за их производством. На завод выезжаете? Да, соответственно, комментируется специалист на завод, смотрит условия производства, чтобы все соответствовало проекту смертной документации. Еще один мост на улице Смычки и Шевченко. Новый мост через Свиягу. Да, это еще один из значимых проектов у нас нашего города. Новый мост. Там подрядчик набрал довольно-таки большие обороты по производству строительных работ. Мы прогнозируем сдать объект с опережением. На сегодняшний момент он приступил к строительству пятой опоры. Всего таких опор будет восемь. Строительство опор будет завершено в январе 2023 года. После чего с февраля начнется монтаж конструкций, металлоконструкций пролетных, изготовление которых также уже на сегодняшний момент производится. И также по указанию главы города, нашим специалистам, на завод осуществлен выезд для контроля качества данных металлоконструкций. Срок, который на сегодняшний момент мы ставим себе, это июль следующего года, окончание строительных работ. Соответственно, еще раз следует отметить, что данный мост, на нем будет организован четырехполосное дорожное движение. Четырехполосное? Да, четырехполосное. С пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. Запуск данного моста позволит значительно разгружить такие транспортные артерии города, как улица Минаева, Пушкарева, 12 сентября и Карл Маркс. Ну и с уверенностью можно сказать, что данный мост стоит драйвером развития 18-19 микрорайонов города Ульяновска. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Желаю вам удачно пройти этот зимний сезон. Это была программа «Вести Ульяновска», которая сегодня принимала участие. Первый заместитель главы города Ульяновска Дмитрий Зверев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова